всем привет сегодня вот приехал по делам еще утро 9 часов мне тут надо вот факультата медицина это ну в общем институт медицинский и оспиталь де клиника всем показывал этот район он там учатся за церковкой за это это такое здоровое здание а там спиталь де клиника такая клиника скажем так общественное но я про другое вот смотрите по утряне здесь видите какая грязнота но таким блестяшками яйца блестяшки это у нас есть такая привычка у студентов но когда они получают диплом у школьников меньше это одно тоже есть когда заканчивают школу а еще есть у студента ведь вот когда они получают диплом они выходят и начинает обсыпаться этим самым мукой яйцами и всякими блестяшками они специально получение диплома одевается погрязнее а потом их друзья и родственники обсыпают вот этим всем это как бы он там получается вылупился в своей профессии что лиси пицца также вот эти все полутерянные эти потом дворники туда грибут это все от празднования студентов которые закончили медицинский факультет и тут вот уже пару дней наверное не знаю выдают в это я уже пару дней за ой чуть не поскользнулся не плюхнулся в эти яйца о творите все улицы грязные от этой штуки кошмар тут прямо ну вот это нашествие какое-то последнее время обсыпание этих студентов он оттуда это кариент из авенита и пастел пастел рулечка вот это с которой грузовик торчит тут мажористы в основном магазин и где надо купить там наподобие того 200 песо и выше или что-то такого стиля ну каждый магазин сам устанавливает продают только за наличку в основном в ряде тархеты ну эти самые карточки там кредитные все остальное но цены конечно намного ниже многие сюда приезжают наполняется это улица которые берут для тоже потом перепродавать а я тут был по делам коло института это медицинская час мне надо кое-что для рыбалки посмотреть один шнур который нигде не могу найти думаю может у них тут где-то найду рыболовский магазина он кстати эти чипы продают которые меня там все критиковали сейчас только прожил и не знаю что это такое как будто я с утра до вечера такой бегаю покупаешь на улицах продают чтобы знать просто кто их и хавает с утра до вечера я нет я их первый раз вообще за 20 лет на набережной поел мало ли чё тут на улицах продают не все же надо хватать так что это дело такое то с улицы питается я дома готовлю ладенько и он колбаса досушивается вот такие видите теперь надо найти где-то рыболовные но принципе сейчас просто 10 утра только-только все открылась потому народу нет а так вообще-то тут народу будет забито особенно если это к выходным делах тогда вообще там кузбей с большими такими кратчучками тачками для того чтобы это самое скупать и потом на своих точках или других районах перепродавать оба удочки вижу пойду туда поспрашиваю положу вот такие он тут на витрине вижу удочки значит может быть может здесь что-то есть вот здесь сейчас положу ладно тут не нашел такой нитки как мне надо простая нитка для наматывания на катушку есть умение такой чуть больше шло чуть толще хотите потом покажу какой шнулищу раньше него поводки делу для пробки для других кормушек очень удобная штука сто раз мне больше нравится чем на леске его делали под поводок но она такая чуть-чуть как бы толстенькая скажем так сейчас я еще найду сейчас найдем где тут может быть рыбалоны там было мало мне где-то наши ребята говорили что здесь на сквена тоже есть это вначале там пола риводавии сейчас палатин найдем пока у меня еще тут есть каких-то полчаса а потом автобус и сторону дома так тоже какие-то чурос и булочки но это нормально так что вот кто хочет там что-нибудь дешевле приобрести и живет недалеко может по пастеру побегать так кофе вход на таких тачках в этих термосах это тоже когда-то вообще было очень сильно распространено много лет назад тут эти кофе друг за другом бегали прямо караваном теперь поменьше стало но еще осталось вот везет тачку с кофе вот так ездят у них уже свои маршруты уже знает так как людей которые у них покупают в основном это инкаргады там работники магазину они уже каждому заходит хочешь кофе ходит пока не уже и ждут эти работники то есть ты уже если не с годами наработанный маршрут и клиенты которые у них покупают кофе с ними общаясь это уже как маленький ритуал приедет такой-то кафетерой как у нас называет привезет кофейку а я пока гуляю здесь немецкую леску видео риску за купил даже одну 40 фейсов недорого совсем было написано везде что немецкая немецкая такая наверно из самых простых немецких не то что там сверхъестественная но все равно где-то в этих районах статьи и покупал сейчас посмотрим это у нас шо перрон а да он через квартал туда дальше я ее и покупал пойдем пороемся это уже район он не называется там вокзал он сын туда там кварталов 5 отсюда который поезда приходят вот от него сюда ближе к центру кварталов 5 и если корректур ладно пальцем одином положить как рассказал корректур пастер улица называется не корректур корректур это маркомагазин а то сейчас умники сразу начнут кричать и и так сказал даже тут умников тоже полно на канале такого-то оскорбляющих я там ботин вот недавно снова один тут позволил оскорблять дам на канале мы его заблокировали чтобы он больше глупости всяких не писал так что так хотите писать во всяком случае выбирайте выражения и пишите сколько влезет свои мнения о плохих выражениях возможности писать не будет инструменты инструменты где-то здесь я и покупал леску так что у нас тут а как тебя барахла по полный он что хочет указать игрушки сейчас я вот здесь вот вокзал он сын как всегда торговля вот то все палатки торговля ну в вокзал из вокзал туда поезда прибывает тут остановки новые поделали кто там жил около этого зала я знаю были люди недалеко жили кто помнит может посмотреть как там переделали тут вот немножко в парках оборудовали остановки переделали вот такие теперь с накрытием видите вот вот такое но торговля как было так и осталось вот кто хочет обратите внимание конечно там лазить такой толпе с камерой особо не хочу не нужно мне мне на автобус надо сейчас 68 который мой район идет здесь полазил немного ну а желающий посмотреть его вот это новые остановки раньше все убито так было он так переделали но хотя я говорю торговлю оставили вправо слева паркетом там вечно тоже сейчас порядок наводят но все равно вот написано и стасью нонс и так вот мне надо там на шестьдесят восьмой стать на этом маршруте очень но наших соотечественников работает полно я встречал часто очереди потому что утро соответственно много народа едет на мой вроде бы нет а может потому что сейчас уже отходит вот стоит 38 но это часто вообще-то по 1 погнали так а это полермо вышел хочу в один рыболовный магазин зайти здесь под мостом но покажу у нас все перерыто все вот это вот проспект санта-фе называется вот его роют весь все это санта-фе и начало кабель да он там под мостом будет уже на тот самый проспект называться кабель да который идет к нам туда где я живу на так сказать в район кабель да вот все это перерыто сейчас все вздымает под низом здесь идет метро вот здесь а увидите роет и также там дальше роет это будет линия скоростных автобусов который будет соединять потому что здесь другие скоростные автобусы идут поперек города скажем так а у нас тоже есть которая уходит за город а теперь решили ту линию скоростных автобусов продлить аж сюда на полермо и вот потому тут все вздымают поднимают асфальт роют укрепляет потому что под низом же метро и вообще у нас весело у нас вчера заседало правительство и обещало что не будет нас поднимать больше чем на 400 процентов по сравнению с ценами которые за этот период были в прошлом году потому что уже в некоторых районах подняли на две тысячи процентов некоторым знакомым рассказывали по приходила счет за газ пять тысяч песо это больше чем аренда квартиры в месяц ну некоторые конечно у нас пришло там 450 что ли ну в общем там уже начали в суды подавать там уже на национальном уровне должен верховный суд страны решать эти дела и вчера они так ладно потом расскажу вот написано песка этот я сюда хотел зайти и они вчера решили что не больше чем на 400 процентов вот так мы посмотрим что это будет а кто уже заплатил тем следующих счетах будет ну вычитаться то что он переплатил глянем так пообещал мужик нитку мне говоришь у него где то есть только найти не может рулончик этих ниток которых я ищу я карпа а он говоришь о любит тоже карпа ловите тоже применяет эту нитку они чуть-чуть толще чем не надо годится скажем так очень крепкая но все позвоню ему на следующей неделе все конечном итоге найдет эту нитку приеду еще раз сюда здесь вот мост после этого моста вот автобусы уходят под мост потому что сверху железная дорога и вот после этого меняется район палермо на район бельграно и от миссии одинаковый проспект который тут называется санта-фе уже после моста будет называться бельграно а под мостом есть остановка метро тоже моей линии так как там дальше все перерыто наверное я сяду прямо в метро если поеду дальше потому что уже говорил строят скоростные автобусы и все-все перерыли цветами уходить ухоженный мост сделали смотрите вот у нас зима так что цветы не очень еще цветут вот так у нас тут так что там начинается к бельгам а насчет автобуса говорили что меньше стали дыметь это правда смотрите автобусы почти не дымят раньше был такое дымина после каждого автобуса вообще черный черный дым этот рекламу таскает а теперь почти все стали с кондиционерами и без дыма такого что-то им там поделали ведь теперь хоть дышать возможно стало ладно пойдем дальше вот метро спускаюсь здесь такое тут же и остановка поезда сверху и метро и вот оттуда ну вот как она выглядит так надо еще карточку найти для проезда у нас я уже говорил все карточками все виды транспорта практически электрички сейчас с карточками и это сами метро и автобусы все одна и та же карточка ее можно везде зарядить вот такая папа я на свой подписал ли он чтобы не путаться потому что уника своя а кафедраль а конгресса дату куман типа в ну на станцию кафедраль или конгресса дату куман мне на конгресса дату куман можем карточку папа сосчитала вперед вот так вот у нас пользоваться метром просто и запросто надо еще скрыть можно пешком идти для желающих можно поехать так вот такое у нас тут метро а вот и поезд ну все я поехал ну все я поехал ну все о соответствии с его работе это было ну все 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 приехал выходит ну вот тут подремонтировали все вот кстати кому интересно это наша карта метро это вот все разные линии которые по метро у нас есть все они в основном сходятся в центре вот видите тут глаза димажу из разных районов города все туда съезжается микроцентр это тоже линия d последняя остановка потому вот один поезд пришел с которого вышел он другой стоит сейчас будет отправляться все немножко подремонтировали раньше взял тучи беда не знаю лет пять назад сутка разруха было еще больше наверно немного потом начали все ремонтировать городе приводить всякий вон переходы сверху поделали там подремонтировали скан так не то что прямо перестроили хороший капремонт сделали уехал следующий еще не все поезда конечно сделали с кондиционерами здесь хотя уже многие на моих линиях есть на другие показывает все время что прибывает новые поезда хочу надеюсь что еще немного и переделаем до конца все вот именно к бильду на бельграно к бильду это проспект район называется бельграно это те же штучки которые я заходил назад просто толкаешь эту штуку ногами пошел вот раз попа и все на выход вот кому куда все указано на табличках к бильда 2 800 то есть название проспекта и его номер ну альтура у нас еще называется такой высоте ты находишься на каком номере 2800 каждый квартал это вот как бы кто номер 2800 2900 и так далее вот эти скоростные автобусы у нас их уже пустили вот они эти линии скоростных автобуса я тоже показывал что разную и душа вот эту линию продлить продлевает теперь туда на полермах ну все это кинотеатры тем пока хорошего дня а мне тоже еще надо соседной за нитками ехать магазин она там вяжет не так это не хватает так что все пошел я домой и сейчас за нитками другой район там где эти тоже оптовики которые по ниткам там у них выбор большой не так много в маленьких магазинчиках сейчас мы туда махнем